Здравствуйте! С вами программа Секрета Долголетия. В нашей программе мы дадим советы, которые будут способствовать вашему здоровью и долголетию. Остеохондроз – сопутствующее заболевание всей нашей жизни. Что же такое остеохондроз? Это слово так часто употребляется и в рекламах, и в простонародной речи. Мы его слышим среди друзей. Как же оно переводится с медицинского языка? Остеохондроз – кость, хандр – это хрящ. То есть костно-хрящевое заболевание, которое поражает наш организм. К сожалению, остеохондроз стал молодеть. И значительно молодеть. Мы уже можем его диагностировать и в 4, и в 5, и в 8, и в 12 лет. Почему же это происходит? Существуют различные научные теории, начиная от загрязнения окружающей среды, экологии, и заканчивая чисто механическими повреждениями позвоночника и суставов. Вот девочка 10 лет, у которой мы, к сожалению, в первый осмотр уже видим сколиоз. Позвоночник ушел в левую сторону, и мы наблюдаем нижнегрудной поясничный сколиоз с искривлением тазовой части. Сколиоз 1-2 степени – это начальная форма. Но если считать, что это уже начинается в 10 лет, то можно сказать, что сколиоз будет развиваться. Почему же у детей мы видим сколиоз? Недосмотр родителей, недосмотр в школе. Если раньше за детьми в школе смотрели, смотрели за их осанкой, за поведением, положением, за партой вот так, то, по-моему, сейчас это просто забыли. Это становится первоначальной проблемой уже именно вследствие этого здоровья детей. Это и нарушение осанки, когда девочка сутулится. Неправильное положение лопаток вследствие нарушения осанки дает, и, соответственно, формирование опорно-двигательного аппарата. Ремнем сколиоз не исправишь, поэтому надо обращаться ко врачу. И мы начнем процедуры мануальной терапии при лечении сколиоза. Свободненько лежи. Процедуры ребенку мануальной терапии выполняются легко. Никаких сильных ломающих движений нет. То есть манипуляции направлены на коррекцию позвоночника. Вот она вся хрустит. Вот так вот. И расслабься свободненько. Не бойся меня. И именно на бочок ко мне лицом ложись. Не бойся. Как правило, при именно, так мы назовем их словом, детских манипуляциях, мануальной терапии, ребенок не чувствует никакой боли. Вот хорошо. Свободно расслабься. Вот еще посмейся. Вот хорошо. Садись лицом к зеркалу. У ребенка уже в возрастном периоде 10 лет. Это остеохондроз. И сколиоз можно здесь назвать как вторичное заболевание при остеохондрозе позвоночника. То есть цели и задачи у ребенка на данный момент. Сейчас коррекция осанки с помощью мануальной терапии. Процедуры мануальной терапии. И потом лечебная гимнастика. Занятие плаванием. И соответствующая лечебная гимнастика, которая будет назначена именно доктором. Ортопеды, травматологи, мануальные терапевты, остеопаты считают, что это заболевание начинается с самых ранних лет. За счет естественной механической нагрузки на позвоночник и суставы. То есть само ортоградное положение человека, прямохождение способствует развитию этого заболевания. За счет компрессии, которая происходит в суставах и межпозвоночных дисках. Так, например, животные, они не страдают заболеванием остеохондроза позвоночника. Поскольку нагрузка при хождении на четырех лапах распределяется равномерно по позвоночнику. А человек за счет прямохождения, ортоградного положения, в котором происходит стракционная нагрузка на суставы позвоночника и на крупные массивные суставы, как правило, нижних конечностей, происходит это заболевание. Сначала первая степень заболевания – это повреждение межпозвоночных дисков. Небольшое их сплющивание, они иногда получают небольшую трещину и, как правило, первая степень остеохондроза, она безболезненно проходит для самого человека. Поэтому люди, как правило, при этой степени очень мало обращаются к врачу и не заботятся уже о переходном этапе к первой степени, ко второй степени. Во вторая степень – наиболее опасная степень, при которой уже начинает повреждаться и костная структура, не только сам хрящ, но и костная структура. То есть идут вырастания остеофитов и остеобластов, или то, что в народе принято называть костное разрастание, или отложение солей. Что наиболее просто сказать, что соль откладывается в межпозвоночных суставах или в крупных массивных периферических суставах, и происходит их деформация. Это название медицинской спондилез, то есть вторая степень остеохондроза является спондилезом. Эта степень наиболее необратимая, труднолечимая, и в общем-то, в принципе, не надо доводить до того, что уже обращаться с этой степенью к врачу. Как правило, сильно деформирующие изменения, они достаточно трудно лечатся. И все авторы, в том числе и в моих книгах, описывается именно лечение двух степеней остеохондроза, то есть остеохондроз и спондилез. Третья степень – это спондилоартроз, когда суставы уже начинают блокироваться и появляются артрозные изменения в суставе, то есть уже необратимые, деформирующие изменения, которые еще наиболее трудно лечатся, в том числе и остеопатами, и хиропрактами, мануальными терапиями, мануальной терапией, или обычными амбулаторными процедурами, как ортопедический массаж, иглорефлексотерапия. Как правило, здесь переходят к достаточно интенсивной и долгой терапии с лекарственными препаратами, который будет способствовать выведению соли из организма. Можно сказать родителям, которые отправляют детей в такие школы, где очень серьезная нагрузка, следить за осанкой детей и обращаться в центр при любом, при малейшем замечании, что какая-то есть необходимость обратиться в такой центр. Можно понять, что первая степень остеохондроза – это поднятие тяжести, то есть мы говорили о артоградном положении человека. Второе правило – меньше есть сахара и соли. То есть речь идет о спондилезе позвоночника, о второй степени. И третья степень, когда уже есть ухудшение, так сказать, заболевания, это артрозная степень, не долго наклоняться вперед, чтобы не шла сжатие позвоночника, сжатие межпозвоночных дисков, и тем самым не происходило наиболее интенсивное их разрушение. С детства я занимался спортивной гимнастикой, но однажды на тренировке, делав опасные упражнения, я упал и сильно ударился спиной, но не обратил на это особого внимания. И через некоторое время у меня начались сильные боли в груди. Я решил пойти на обследование в поликлинику. Думаю, что это сердце. Обследовавшись, врач мне сказал, что это ущемление пятого позвонка грудного отдела, и посоветовал мне обратиться к мануальному терапевту. По телевизору я увидел передачу о докторе Буланове и решил прийти к нему на прием. До свидания. Звоните нам, и мы ответим на все ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин